виталий приветствую тебя очередная неделя соответственно понедельник наш первый эфир техника фундамента снова говорим о рынке самым интересным тех потенциальных движений которые могут привести разумеется что должны привести к профиту потому что все мы приходим на финансовые рынки чтобы заработать они чтобы потерять деньги но мы конечно же с виталием не вангуем мы не можем знать все в принципе но стараемся с учетом имеющегося опыта представления тех оправданных движения рынка которые могут быть с учетом и на фоне какой-то фундаментальной поддержки с учетом техники вот на основании всего этого советуем вам как раз и действовать определенным образом по разным финансовым активом мы как раз тобой провели последний эфир в среду перед заседанием федрезерва ну с тех пор много воды утекло индекс доллара как и предполагали опять же первая реакция ну типа покупая их на ожиданиях продавать на факт первая реакция по доллару мы все прекрасно увидели это локальное снижение потом собственно индекс доллара снова выкупили и сегодня с открытия новой недели мы видим то что рисковый актива под давлением американская фонда прям летит в пропасти рынок криптовалюты которым ты говорил много обрисовывая не самые радужные перспективы я какой-то момент даже присоединился к ним потому что тоже не видел потенциала роста именно на криптовалютного рынка с учетом того что он очень тесно коррелирует сейчас с американским фондовым рынком поэтому не противоречили опять же общие тенденции обозначили и прям совсем такой тотальный обвал даже не знаю где его удастся установить ну вроде бы как психологическая как бы поддержка по биткоину 30 тысяч но не знаю опять же если у тебя есть идея сегодня больше комментировать возможно подсвечить какой-то уровень так ну что давайте демонстрации начнем мы с индекс американской валюты в прошлый раз перед заседанием фид резерва я рекомендовал как раз попробовать как осрочно рискнуть против тренда в расчете на коррекцию с целями там 103 пункт сделка сработала мы действительно дошагали с индексом доллара до планки 103 даже локальный минимум был еще ниже но это было в среду в четверг уже ситуация изменилась и в принципе в пятницу мы увидели уже индекса на новых многолетних максимумах и сегодня опять же вот эта восходящая динамика продолжается индекс доллара уже 104 пункта 08 и я всерьез полагаю что вот сейчас на вот этом локальном восстановлении мы можем уйти уже прям на совсем новые максимумы там выше 105 пунктов или как говорили сити на конец второго квартала могут быть значение 106 107 пунктов учитывая как активный индекс доллара растет сейчас я в принципе не буду спорить с тем что его легко могут забросить до вот этих значений потому что тренд прям мощнейший что касается заседания фрф ставку повысили на 50 байсных пунктов был озвучен план по тому как нужно будет проводить программу количественного ужесточения то есть сокращение баланса июня июля августа срезать будут этот накопленный баланс почти на 50 миллиардов потом увеличат до 95 миллиардов сентября конечно же когда индекс доллара в моменте ослаба риск вырос я видел как многие пытаются объяснить и вот то что произошло фундаментально почему индекс доллара ослаб и якобы вот основная точка зрения что пауэлл не коснулся темы или не обозначил готовность регулятора повысить ставку сразу на 75 байсных пунктов но я с этим опять же не согласен я даже на своих брифингах говорил то что я выдержки определенные выступления пауэлла посмотрел и но не было там такого комментария что мы не готовы к тому чтобы повысить процентную ставку на 75 байсных пунктов там был если опять же дословный перевод американский регулятор руководство федрезерва как сказал пау сейчас не рассматривает активно возможность повышения процентной ставки но это не значит то что фрс при необходимости не сможет сделать ход конем скажем так если вынудит его рост индекс потребительских цен и ужесточить политику еще сильнее я думаю что сам факт роста доллара сейчас повышение доходности американских облигаций уже выше трех процентов десятилетки котируется это доказывает то что фрс может реально удивить и ну прежде чем он удивит конечно же он нас подготовит к этому потому что неожиданные решения которые провоцируют волатильность они ему не нужны целом я для себя в качестве основного вывода прошедшего заседания увидел только то что доллар нужно покупать потому что американский регулятор начал повышать процентные ставки и будет это делать и дальше поэтому можно еще забраться повыше можно еще заработать на вот этом мощном восходящем тренде индекса американской валюты так евро когда мы с тобой прошлый раз обсуждали котировки были на уровне примерно 1 05 21 сейчас котировки 10505 ну вот даже на графике видно сейчас значение 105 прям мощная поддержка и покажите европейская валюта сколько раз уже билась это между прочим часовой таймфрейм то есть мы видим что с конца апреля и этот уровень пока держится здесь инициатива переходит снова к покупателям но я думаю что каждая попытка вот повторно возвращение евро против доллара валютной пары данному уровню все-таки делает уже покупатели все менее и менее осильнее поэтому на каком-то этапе я допускаю что прям ближайшие значит виталий даже не ближайшие дни я скажу ближайшие часы может последовать пробой а поскольку он все-таки совпадает с тестом такого важного уровня он может быть мощным и импульсным когда знаешь пара евро доллар прямо в моменте влетит уровень 104 50 или даже 104 поэтому я рекомендую тем кто принципе согласен с моей точки зрения сейчас рисковать если нет еще сделать по евро доллару шортить с потенциалом профита как раз на отметке 104 так рынок нефти тоже хорошо получилось что мы говорили о котировках когда бренд котировался на отметке 107 50 около того как раз вот при выходе из этого треугольника с тех пор дошагали практически до той цели которую я поставил в районе 115 долларов за баррель но чуть чуть до нее не дотянули и я по-прежнему уверен то что добьем мы и до 115 и выше и главных два аргумента это шерпой пакет финансово-экономических санкций то что его не согласовали на этих выходных не значит то что его не согласуют позже потенциальный риск для мирового предложения нехватка сырья и все то о чем я говорил на прошлых совместных с тобой видео что он рынок ждет такой шоковый сценарий когда нефти будет значительно меньше чем требуется а если мы еще чуть порассуждаем тоже по моему отмечал это и допустим что действительно запрет на поставку российской нефти а вступит в силу через шесть месяцев то есть это уже третий квартал он скорее всего совпадет уже восстановлением китайской экономики и частичным снятием тех ограничений которые там действуют но потому что наверное дольше уже держать их не будут и я как оптимист считаю что скоро все закончится экономику начнут перезагружать китайскую и это как раз вот такое начленение этих факторов может очень сильно раскачать и волатильность и в итоге привести к тому что бренд у нас уйдет на новый долголетний максимум это также справедливые для WTI и второй фактор заседания опек итог увеличили добычу но в принципе в соответствии с теми договоренностями которые действуют еще в середине прошлого года подняли производства в рамках ежемесячного увеличения на 432 тысячи это не тот объем который мог бы компенсировать выпадающую выбывающую сейчас нефти с учетом уже действующих ограничений на поставки российских углеводородов поэтому вверх смотрим и ждем роста сначала до 115 3,5 доллара остается потом уже до 120 и по золоту я кстати рекомендовал шорт и я сегодня тоже в качестве такой я заключительной сделки риска шарти текущих уровней опираться на рост доходности трежесть на восстановление доллара и на индексовничных настроений кайман который говорит о том что снижение может продолжиться но в прошлый раз я тоже придерживался короткой позиции но был короткий стоп лосс на отметке 1880 к сожалению на росте рынка драгоценных металлов сделка зацепил этот уровень и ордер был закрыт по стоп лоссу но ничего страшного друзья сегодня я не меняю свое отношение к золоту думаю что потенциал снижения еще есть и take profit можно уже оставить на отметке 1820 долларов за баррель стоп лосс 1885 виталий слова тебе так всех приветствую так давайте пройдемся по скажем по прошлым идеям и дома новые среднесрочные среднесрочные так скажем мнению по рынку так как возможно следующий раз меня не будет и и на следующей неделе и еще настоящих и дальше и так далее потом скажу окей ну я тебе напишу да еще не в пока не буду говорить почему так давайте о чем пройдемся ну пройдемся с биткоина давай там свое среднесрочное заключение что мы просто родились давала лимитку на шорт на пробой уровня 37 700 там лимитка чуть ниже было мы ее купили 37 500 дальше неплохо мы отпадали практически там более 10 процентов что дальше делать по биткоину практически мы делали какие-то локальные цели мы подошли к уровню 33 тысячи уровень поддержки возможно мы возле него что-то будем как-то бороться отбиваться возможно и так далее но скажем если таких среднесрочных перспективах ну а это больше относится к тем кто купил там биткоин амифир и так далее вот эти разные набор корзин и валют и надеется на какой-то среднесрочный рост он возможно будет потому что но вопрос через какие днизы мы пойдем я думаю что мы очень еще сильно про можем пролиться то есть как ты сказал принципе к 30 тысячам это тоже был сильный уровень ранее мы на нем тормозили но я думаю что на если мы подойдем 30 то можем его еще сильно протестировать и уйти пониже и под 25 и 20 но те кто держит не маржинальные инструменты скажем bitcoin так далее надеются еще одна 100 тысяч по биткоину такой вариант есть поэтому среднесрочная идея отступать новые минимумы но это для тех кто торгует без плеча возможно инвестировать как бы возможно до конца года или там будет минус мы еще подрастем я торгу те кто торгует с плечом допустим маржинальные инструменты по биткоину здесь понятно нужно искать какие-то хорошие паттерны и потом уже дальше покупать на средний срок какое мне мнение по биткоину потому что есть вариант что мы можем протестировать вот эти максимумы если это все корректно ну конечно там много факторов тот же и что по S&P 500 есть вариант что это идет на текущий момент коррекция да но не исключаем разворот поэтому скажем мы как трейдеры ищем какие-то точки входа там же рынок уже покажет будет ли это хорошее движение или какое-то мелкое снижение по биткоину более 10 процентов а по S&P 500 в прошлый раз в среду я анонсировал скажем покупки в принципе неплохо отскочили как раз на заявлениях по HRS к уровню здесь можно было неплохо заработать но дальше как видим цену снова скинули в четверг мне кажется это на плохих данных по заявкам по безработице да если не ошибаюсь там какие-то данные выходили здесь скинули на поэтому локально неплохо отработалась глобально что дальше происходит мы пробили какие-то локальные минимумы но пока почему-то нету какого-то пролива сильного сегодня вниз возможно чуть будет позже но пока все смотрится на шорт и в принципе можно шортить с текущих все что ниже так скажем 41 50 можно можно шортить то есть текущих и возможно мы там сегодня завтра провалимся ну не исключая какие-то задергии возможно будет срабатывание но обязательно его нужно ставить лучше потом перезайти потому что могут прокатить и посильнее потому что здесь такой баланс идет борьба поэтому шорт рекомендация с текущей дальше что еще было было в прошлый раз по немецкому DAX Гаврилой о шортах очень красиво отработалась по биткоину где-то в районе 14000-14150 я советовал здесь дошортить если мы поднимемся наверх с общим стоп-лоссом где-то на уровне 14350 мы до туда не добили это очень хорошо и неплохо слили данный индекс низ локальные цели я ставил в районе 13500 ну вот этот минимум и дальше возможно ниже время покажет идем ли мы ниже или нет если кто-то воспользовался данной рекомендацией зашортил обязательно часть возможно закрыть часть удерживать возможно мы будем падать кто ранее не шортил какие дальше рекомендации в принципе аналогично возможно через какую-то локальную коррекцию вверх обороне там 14000 возможно повторно что касается нефти у меня прошлый раз рекомендация не сработала я решил на опережение зайти в шорт не сработала идея работал стоп-лосс но моя идея на среднестрочный шорт она имеет еще право быть но повыше здесь нужно конечно ждать и вот я чуть-чуть спешил в прошлом месяце скажем в начале текущего вот рекомендации которые дал на шорт по хорошим ценам в районе получается у нас 120 там плюс минус по 18 мы торговались неплохо отработалась на шорт я думаю что с текущих возможно какие-то покупки так как ты отметил да но я вижу их чисто скажем коррекционные ну это достаточно хорошее движение так скажем наверх где-то в район 100 возможно 120 да плюс минус и нужно соединить обязательно за уровнем 120-119 и отсюда мы можем уйти очень хорошо вниз и получить около 20 долларов снижения и возможно ниже 40-50 долларов снижения по нижней это такая картинка неплохая что-то аналогичное как было у меня по золоту на торговые рекомендации на шорт подошли уровня 1965 и мы неплохо вниз отработали поэтому понести забегая наперед с условием что меня не будет там в ближайшее время возможно подольше вот этот уровень это как скажем такой ключевой баланс и уровень за которым нужно следить я думаю что если подойдем то здесь ложный пробой какой-то ну фигуры свечные разворота за этим уровнем уже дальше принимать какие-то решения возможно просто лимитом ходить но нужно понимать что будет еще этот уровень минимум возможно выносить поэтому среднесрочно долгосрочно я бы видел снижение по нижней по поводу вот этих всех моментов с эмбарго нефти что будет сокращение на рынке я думаю что возможно на какой-то рынок имея ввиду российскую нефть она если там на европейский рынок ее там частично будет включен эмбарго но по-любому она будет перетекать на другие рынки то есть будет перемещение где-то с одного рынка придет на европейский рынок в возмещении вот этих потерь российская нефть ну там понятно каким-то дисконтом берем аналог ирана там дисконтом 20-40 долларов плюс-минус она будет перетекать на другие рынки поэтому вопрос то не но количество нефти будет приблизительно одинаковое поэтому я глобально как-то не повлияет дальше по по долгосрочным идеям по золоту шорт в принципе тот о котором я говорил он неплохо себя отработал на текущий момент мы еще можем чуть-чуть попадать там плюс-минус этому это глобально не несет какого-то изменения там долларом 20 или 30 но те кто торгует среднесрочно долгосрочно я бы стал точки входа на покупку вот это все движение которое у нас происходит за последние там практически полтора года но смотрится как коррекционный и уже был какой-то выброс верх импульса сейчас идет коррекция и дальше искать аналогично хорошие точки входа спекулятивно там возможно на понижение дал рекомендацию я с ней частично согласен но долгосрочно искать какие-то точки входа на покупку учитывая что в мире будет в дальнейшем происходить кризис посильнее и золото это будет как актив который должен выстрелить неплохо поэтому маржинально понятно достаточно очень аккуратно набирать ланди с вопросами и так далее потому что могут проливать и более низко но скажем искать какие-то покупки и наращивать целыми две тысячи две пятьсот три тысячи так далее это по золоту что еще по индексу доллара или там по евро доллару в принципе прошлый раз давал рекомендации на покупку и на пробой на покупку неплохо себе отработала четвертого здесь включались в районе 1 05 20 я давал рекомендации на покупку одну фигуру матчей наверх достаточно неплохо можно было спекулятивно заработать дальше аналогично оставляю лимитку на пробой который я прошлый раз ставил это 104 точно не помню где-то 104 80 будет на пробой вот этого минимум 30 возможно если мы пройдем вот этот минимум в принципе я с тобой согласен мы можем уйти и пониже достаточно сильно но какой-то среднесрочный перспективе достаточно сильно ну мы здесь падаем практически с прошлого года по текущей мая мы ровно откаты были какие-то минимальные там 150 200 300 пунктов здесь какое-то ближайшее время нужно тоже смотреть за фигурами разворота возможно будет какая-то более глубокая коррекция от этого падения ну точно сказать когда она будет это нужно за рынком следить поэтому такой точки зрения вот такие среднесрочные перспективы по по евро по по нефти по золоту по биткоину в принципе ну его могут пролить так он был он сейчас никому не интересен когда он там растет по 60 по 70 все о нем говорят ну если нп 500 аналогично спасибо тебе большое за рекомендации за среднесрочные безусловно ждем твоего возвращения ты тогда держи в курсе когда соответственно а проведем совместный эфир возможно да возможно там потом с тобой спишется моя супруга возможно будешь так скажем с ней проводить если договорились получаться я думаю будет получаться интересно то есть она может меня залилить понял понял тебя так ну что друзья сделки вам как бы озвучено обозначены тенденции тренды остался вам только прислушаться соответственно ну и рынку же сделать все самое важное это отправить соответствующие активы тем целям которые мы обозначили я думаю что тренды определены верно фундаментальный фон тоже озвучен друзья он особо не меняется и благоволит к тому чтобы эти тенденции на какой-то период времени еще продолжались поэтому до скорых встреч виталий тебе огромное спасибо что подключился в наше время обозначил сделки и скоро увидимся пока пока удачи